Здравствуйте! Вы смотрите открытый музей. Мы в музее истории российской литературы имени Даля в его центральном отделе. Он находится в московском доме Любощинских-Вернадских. И сейчас мы отправимся на выставку, которая рассказывает и об истории создания этого дома, и о его знаменитых жителях. Добрый день! Сегодня мы с вами имеем возможность посетить новое центральное здание Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Наш музей является самым крупным и по количеству фондов, и количеству отделов него входящих среди литературных музеев России. Этот дом попал в состав нашего музея практически случайно, однако мы убеждены в том, что в этом есть очень много смысла, очень много символического. Потому что этот дом, построенный в самом начале 20 века, в 1911 году, на тот момент был одним из самых комфортных, выгодных по месту расположения. Он располагался на Зубовском бульваре, где и сейчас, естественно, располагается. И в доме стали селиться представители, как потом стали говорить, творческой интеллигенции. Ученые, писатели, живописцы, политики. Мы уделяли очень большое внимание тому, чтобы выяснить судьбы жителей этого дома. И очень важно, что нам удалось с помощью потомков тех, кто когда-то здесь жил, буквально поквартирно восстановить списочный состав жителей. Субтитры подогнал «Симон» В разное время жили здесь разные люди. Но вот в этой экспозиции, которая посвящена истории московского дома, как раз мы видим на стенах номера квартир, в которых жили многие известные деятели культуры. Прежде чем рассказать о них, нужно сказать несколько слов о тех, кто этот дом построил, тех, кто первоначально был среди хозяев этого дома. Это два человека, женатых на родных сестрах, и один из них всемирно известен. Это Владимир Иванович Вернадский, великий ученый, автор концепции ноосферы, деятель науки. Но его имя не нуждается ни в каком дополнительном объяснении. И Марк Маркович Любощинский, тоже замечательный деятель, сын сенатора, тайного советника, одного из заметных государственных деятелей, Марка Николаевича Любощинского. По происхождению род этот из Витебской губернии, хотя Любощинские уже были помещиками Тамбовской губернии. И вот Марк Маркович Любощинский и Владимир Иванович Вернадский живут в доме, который находится прямо по соседству, его можно увидеть. Но важно, что Марк Маркович и Владимир Иванович решили отгородиться от шума Садового кольца и построить тот самый дом, где мы с вами находимся. Вот здесь есть фотография о том, как со двора выглядел этот дом. Вот если спроецировать на эту фотографию современную картину Москвы, то справа окажется метропарк культуры, прямо напротив музея Москвы. Одним словом, это прекрасный московский уголок, который обрел свое новое значение. Мы решили, что в этом доме будут представлены фрагменты экспозиции, посвященные русской литературе 20 века. Ведь русская литература 20 века – очень сложный феномен, и история ее не написана. В советское время были одни классики, среди них были, например, Фадеев, Шолохов, Горький, Маяковский, Есенин. В перестройку выдвинулись другие имена тех авторов, которые были гонимы в советское время. Среди них Булгаков, Мандельштам, Цветаева и многие другие. Но единой истории 20 века нет. Она будет создана только тогда, когда мы сможем выбрать такой ракурс, такой взгляд на прошлое, в котором в равной степени могут быть представлены и советские классики, и те, кто был вынужден эмигрировать. Вот все это будет происходить в нашем доме в ближайшие годы и уже происходит, потому что он воплощает в собою живую историю нашей литературы и культуры 20-го столетия. Мы уже говорили, что наш дом на Зубовском бульваре, номер 15, продолжает жить. Очень важно, что к нам стали приходить потомки жильцов этого прекрасного дома. У нас существует клуб под названием «Ноосфера», это основное понятие, которое ввел в науку Владимир Иванович Вернацкий. И самое любопытное, что живы не только потомки жильцов дома, но живы и те, кто здесь когда-то жил. И в частности жива внучка Марка Марковича Любощинского, строителя этого дома и первого владельца Наталья Анатольевна Фокина. Она вдова замечательного, известнейшего советского режиссера Льва Александровича Кулиджанова, автора многих известных фильмов, когда деревья были большие, преступления и наказания. Кулиджанов и режиссер, и сценарист. И одним из самых известных его фильмов был фильм «Дом, в котором я живу», который вышел на экраны в 1956 году. Так вот, это тот самый дом, в котором он жил, и тот самый дом, в котором мы сейчас находимся. Там есть кадры, которые запечатлели арку, разделяющую два подъезда нашего дома. Вот в этой витрине представлены личные вещи Льва Александровича и Натальи Анатольевны. Нам особенно дороги эти фотографии, эти режиссерские планы и схемы, очки и прочие детали, которые нас роднят с жизнью великого режиссера. На открытии нашего дома Наталья Анатольевна произнесла проникновенные слова о том, как непрерывна культура и как неожиданно воскресают в ней смыслы, которые, казалось бы, готовы были угаснуть. В доме на Зубовском бульваре жили не только политики, писатели, ученые, но и художники, живописцы. И наиболее известными из них являются супруги Кордовские. Дмитрий Николаевич Кордовский и Ольга Людвиговна Доловоз Кордовская. У них здесь была мастерская. На шестом этаже сейчас расположена прекрасная мансарда с видом на Садовое кольцо. Мы там тоже устраиваем выставки. Эта пара художников жила в квартире номер 8. Здесь представлено несколько оригинальных работ. В частности, иллюстрации к роману Достоевского «Братья Карамазовы» Дмитрия Кордовского. Очень большой интерес представляют экспонаты, которые нам объясняют, как эти замечательные художники были связаны с Анной Андреевной Ахматовой и Николаем Степановичем Гумилевым. Здесь есть фотография работы Ольги Людвиговны, фотография, на которой запечатлена Анна Андреевна Ахматова. Есть подлинное стихотворение Анны Ахматовой из фонда нашего музея, написанное в 1917 году. Одним словом, этот уголок говорит о живописцах, о графиках, об иллюстраторах, которые жили в нашем доме. В 1914 году началась Великая война, Первая мировая война. И жильцы дома, и владельцы дома откликнулись на этот трагический факт. В 1915 году два этажа дома были отданы под лазарет. Каждое утро к поездам, которые привозили с фронта раненых, приезжали представители дома. И сначала забирали сюда тех, кто был выходцем из Тамбовской губернии, откуда происходил Марк Маркович Любощинский. А потом всех, кто нуждался в помощи. Это был акт милосердия, благотворительности, как мы бы сейчас сказали, частное государственное партнерство, потому что это было совершенно бескорыстное деяние со стороны семьи Любощинских, Вернадских. Вот в этой витрине представлены поданные экспонаты, относящиеся к тому времени, регламент распорядок дня больных, некоторые сосуды для лекарств, объявления, которые были в лазарете. Дом следовал законам времени. В войну он был приспособлен под лазарет для раненых. Дом на Зубовском бульваре 15 неразрывно связан не только с судьбами отечественной культуры, искусства, но и с политической историей бурного 20 века. Здесь, в частности, жил князь Дмитрий Иванович Шаховской, известный политический деятель, потомок Петра Яковлевича Чаадаева, потомок семейства Шаховских, где были и декабрист, и драматург, и многие другие представители культуры. Шаховской, один из основателей партии конституционных демократов, кадетов, как ее называли, партия возникла сразу после манифеста 17 октября 1905 года, который знаменовал появление конституционной монархии в России. Очень многие труды Шаховского написаны здесь. Шаховской был одним из министров Временного правительства. В советское время Дмитрий Иванович был подвергнут репрессиям, затем реабилитирован. Субтитры создавал DimaTorzok В доме на Забовском бульваре жил замечательный русский философ Сергей Николаевич Булгаков. Это человек, прошедший классический путь от марксизма к идеализму. Человек, изначально сосредоточенный на экономике, на хозяйстве, на позитивном исследовании объективных явлений жизни. А затем, чем далее, тем более, Булгаков преодолевал эти узкие рамки материализма и выходил к тому, что стало называться в более позднее время русским религиозным ренессансом. Булгаков покинул страну в 1922 году на знаменитом философском пароходе и написал свои главные труды о софиологии, по православной философии. Здесь представлены личные вещи, книги Сергея Булгакова. И здесь же замечательные акварели Максимилиана Александровича Волошина из коллекции нашего музея. Это тоже неспроста, потому что Булгаков неоднократно посещал Волошина в Коктебеле. Булгаков был одним из центров притяжения для всех, кто стремился по-новому осмыслить судьбы России в 20-м столетии. Надо сказать, что круг посетителей дома не исчерпывается жильцами. Это и Александр Скрябин, и Валерий Брюсов, и Андрей Белый, и Максимилиан Волошин. Многие-многие знаменитые важные деятели отечественной культуры бывали в этом доме. Я надеюсь, что и вы, уважаемые зрители, тоже сможете побывать в нашем доме, потому что мы уверены в том, что все наши трудности преодолимы. Преодолимы. Пока все музеи закрыты, открытый музей приходит к вам. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok